Учебник 7 класса Фанасьева Михеева, юнит 1, упражнение номер 4. Итак, мы поговорили с группой британских подростков и спросили их, что они бы хотели знать о России. И вот что они спросили. Ответьте на их вопросы. Итак, будем отвечать письменно. Затем в B составьте список вопросов, которые вы бы хотели спросить этих детей. Ну, я надеюсь, вас это уже спрашивать не буду. Давайте мы вот главное A сделаем. Я думаю, B у вас даже не спросят. Итак, A. Первое. What are the most popular activities carried out by young people? Какие самые популярные... Так, как бы это сказать. В общем, чем любят заниматься молодые люди вот в России, да? Какие же самые популярные их, ну, скажем, времяпредпровождения? Отвечать мы все равно по вопросу будем, поэтому начинаем. Первое. The most popular activities. И опять же, вот этот carried out, то есть, которым занимаются молодые люди. By young people. Are. Итак, на первом месте. Но, если честно, по личному опыту скажу, что, наверное, все-таки playing computer games, самая popular activity. Нет, ну, кто не согласен, поставьте его где-то там на последнее место. Ну, как мне кажется. Are. Playing computer games. Затем. Ну, кроме этого, конечно, спорт немаловажен. Swimming. Playing football. Так, во что еще мы играем? Football, basketball. And tennis. Так, чем еще у нас занимаемся? Riding a bike. Езда на велосипеде. Так, молодые люди, что у нас еще любят делать? Skateboarding. Кататься на скейте. Skateboarding. And. Так, reading. Я бы не назвала, да? Ну, хотя, давайте в конце напишу reading. Может быть, все-таки кто-то еще это делать любит. Так, тогда стоп. Сюда мы запятую ставим. Watching films. And reading books. Все-таки reading давайте будет. Возможно, где-то еще эти динозавры сохранились, которые любят читать. Второе. Is it cold all the year round? А холодно весь? Ну, круглый год. Так. In Russia. In most regions. В России в большинстве регионов. Да, потому что, если честно, мы же не будем. Север крайний брать, там, где, ну, постоянно действительно холодно. In Russia in most regions. It is cold. Only in winter. And in late autumn. And early spring. В России в большинстве регионов холодно только зимой, и поздней осенью, и ранней весной. Три. What is the most fashionable make of shoes? Какая самая модная марка или бренд обуви? Oh, my God. I don't know. Я не знаю, какая у нас самая-самая модная. Oh, wow. I think... Я думаю, да? Мы тут не уверены. Ну, я лично вообще не уверена. I think the most fashionable... Такие вопросы, если честно. Very, very strange. Самая модная. Make of shoes. Кстати, да, make, отметьте, что это как фирма, бренд. Make of shoes is... Я не знаю, давайте банальщину. Eridas. Всё. Хотите, напишите, не знаю, кларкс, кроксы, конверсы. То есть, на ваше усмотрение, поменяйте Adidas на что хотите. Так, затем, четвёртое. What kind of music do you listen to? Какой вид музыки ты слушаешь? Какой тип музыки ты слушаешь? I listen to... Well, as for me, что касается меня, I listen to classical music. То есть, я слушаю классическую, но, насколько я знаю, подросткам она не очень интересна. То есть, пишут то, что обычно сейчас, в данный момент, интересует подростков. Это, конечно, поп-музык. Поп-музыка. Кто от неё не очень себя хорошо чувствует, можете написать rock, можете, не знаю, heavy metal, можете rap, or classical. So, as you wish, как хотите. Так, пятое. Who are the most popular musicians? Кто самые популярные музыканты? Ещё один вопрос на засыпку для меня, потому что я современных музыкантов вообще не очень знаю. Так, the most popular... Well... И, опять же, видите, вопрос. То есть, тут каких музыкантов? Старых, да, классических или современных? Well... Ну ладно, давайте про современных musicians. Напишу тех, кого слышала. Так, сейчас, вроде бы фанатели девчонки по... Егор Крид, да, кажется, так его. The most popular musicians are... Егор Крид, я, кстати, не уверена, что его так пишут. Ну, по идее, должны так писать. Так, Timothy. Oh, yeah. Вроде популярный. And... Так, Trash. Кого вам ещё дописать? Давайте, не знаю, Дима Билан. Пардон, ещё раз говорю, я старый динозавр, и я не разбираюсь в ваших современных исполнителях. Пишите сами, в общем, что здесь захотите. Да, кстати, это я в 2021-м снимаю, то есть, возможно, вы это видео будете смотреть лет через пять, и вы этих исполнителей вообще и знать не будете. Ну, пардон. Ставьте своих. Шестёрка. Do you like living in Russia? Вам нравится жить в России? Well, yes, I do. Давайте, кратенько. Да, нравится. Yes, I do. Семёрка. Все бы так вопросы, да, короткие. What sports do you do at your school? Каким спортом ты занимаешься в своей школе? Конечно, разные секции, да, в школах бывают. Можно написать. I play football and go in for... То есть, go in for... Сейчас будем думать, что мы можем дописать. Можем дописать хожу на карате. Можем здесь дописать swimming, то есть, хожу на плаванье. Можем dancing, на танцы. То есть, видите, как бы, что хотите, то пишите, можете про себя написать. Но, например, не знаю, на плаванье мало у кого, да, бассейн в школе. Давайте, не знаю, мальчикам dancing не очень, наверное, подойдёт. Так, what sports do you do at your school? Я даже не знаю. Ну, давайте карате. Карате. Не забудьте, она читается по-особенному. I play football and go in for karate at my school. Если что, замените вот то, что я сказала. Напишите там dancing или swimming, если это девочки. Восьмёрка. Would you like to come to Britain? Хотел бы ты приехать в Россию? Ой, в Британию, да, конечно, вопрос коротенький. Ещё больше я хотела бы коротких вопросов. Yes, I would. Девяточка. What types of cars are popular in Russia? Так, кто составлял эти вопросы? Какие типы или виды машин популярны в России? Это же не марки, по идее, да, типа это всякие джипы, седаны, хэтчбеки. И откуда, допустим, девочки, да, в седьмом классе это всё могут знать. Вообще интересно. Опять же, I think, я думаю, да, то есть мы тут не уверены. I think that... Вот давайте седаны. Девочки, если что, это обычные легковушечки, которые чаще всего встречаются на дорогах. I think that's a dance and crossovers. Девочки, если что, это такие джипики. Popular in Russia. Так, и десятка, ура, последняя. What foreign languages do you learn at school? Какие иностранные языки ты учишь в школе? I learn English. Ну, тут, конечно, понятно, я учу английский. And у вас-то школа с углублённым изучением. И на выбор, ну, насколько я знаю, обычно идёт немецкий, французский или испанский, или итальянский. Да, то есть вот здесь, если что, вы допишите, какой у вас ещё язык. Ну, например, я напишу French. Но вы, если что, бездомно не списываете, потому что учитель может быть в курсе, да, кто что ещё дополнительно изучает. Поэтому вы здесь, если что, свой запишите язык. То есть английский уж, конечно, здесь у всех будет совпадать. Так что вот, что у меня получилось. Но информация может абсолютно быть другая. Пожалуйста, пишите то, что вам придёт на ум.